я приветствую вас дорогие друзья уважаемые гости и подписчики моего канала всем большое спасибо что смотрите и в этот вечер воскресенье у нас воскресный разговор с андреем бигеринским андрей здравствуй добрый вечер александр праздничный воскресный разговор ну праздник как говорится какой сегодня праздник спрашиваю я всех всех нас вопросе чате трансляции да а праздник демократии у нас и мы с его собственно и начнем после западе классный нужны ли выборы главкома в с у как мог патетически я решил вопрошать у вас друзья вы уже голосуете спасибо вам за это ну и варианты ответов конечно у нас же демократия нет выборы в армии это нонсенс политики убили страну черед в с у это признак бессилия вот такие варианты как достаточно замысловатые на такой казалось бы простой вопрос андрей нужны ли нам выборы главкома в с у таша уважаемые зрители никоим образом не пытаюсь влиять на ваш выбор но мне кажется что где-то демократия должна остановиться и я понимаю грани демократии нет и она в принципе может быть везде особенно в подъезде она хорошо проявляет ну тогда и для тех кто участвовал в галотованиях у sbb они знают насколько это прекрасное просто действо но когда ты начинаешь осознавать специфику людей которые населяют дом в котором ты живешь и иногда это повергает в легкий ужас потому что то что люди стесняются сказать они умудряются в домовых чатах все-таки озвучивать но армия все-таки мне так кажется и всю историю она фундаментально строилась на вопросах субординации и единоначалия то есть мы не говорим о децентрализации управления да та который собственно говорят представители вооруженных сил и который соответствует принципам организации армии там северно-политическом альянсе когда начальник какого-то подразделения имеет возможность и несет ответственность за достижение военных целей но непосредственно теми средствами методами и исходя из оценки ситуации но в отведенном или порученном его направлении это одна история но тем не менее это не значит что он не подчиняется вертикали командование которое выстраивается именно по принципу беспрекословного выполнения приказов приказов но а если мы говорим о том что выборы главкома проводят в социальных сетях то наверное мы должны еще как-то предположить что происходит верификация но участников этого голосования не можем исключить возможности того что там принимают участие допустим боты или иностранные агенты или агенты кремля или агенты госдепа то есть это же не обязательно скажем голосование которое отражает точку зрения исключительно профессионалов армия же все-таки делает для профессионалов и только они могут понимать понимать насколько тот или иной представитель того или иного направления либо вида войск либо вида вооруженных сил является тем кто способен руководить армию одно дело голосовать за политика душой понравился не понравился через четыре года поменяли вроде бы в условиях мирного времени но как бы потеряли четыре года или пять лет страна ради бога ну наверстаем в преследующем но тут как бы с армией и непосредственно страной который находится в состоянии войны ситуация чуть сложнее наверстать потерянное может быть невозможно и заигрывание с демократией как бы исходя из предпочтений не знаю вот вижу у тебя в эфире по моему кость бондаренко говорил о том что в инициатора подобного голосования есть какие-то особые личностные ощущения по отношению господину сырскому насколько я там помню последний я слушаю вникают как бы я я не настолько глубоко в марьяне материале марьяны ошибка была сделана осознанно для того чтобы разбавить серьезность нашего с тобой диалога в последующем но скажем личная симпатия она является плохим индикатором для выбора главнокомандующего потому что все такие задачи главнокомандующие это управление войсками которые но не являются народными депутатами которые на кнопочки нажимают да или там за них так или иначе там работу отчасти выполняет их помощники или подготовку нормативных документов юристы верховной ради осуществляют или представители научного сообщества готовят соответствующие документы а это все-таки люди на поле боя которые управляют летаемым оружием и тут как бы эмпатическое восприятие нравится не нравится симпатизирую не симпатизирую люблю не люблю симпатичный не очень он не совсем может привести к ожидаемому результату поэтому и ответственность а то есть когда мы говорим о ответственности за политика это отчасти всегда ответственность избиратель то есть тот результат или та политика которую он реализовывает она последующим должна быть осознанна его избирателем как правильный неправильный выбор тут же все-таки военные действия но это дело более серьезные которые нельзя поручать непосредственно политикам точно так же как и военным нельзя поручать политические вопросы в период мирного времени в силу того что у этих людей абсолютно разные способы и формы мышления они заточены под разную организацию и либерализм в армии он возможен на уровне организации закупок либо да там условно организации процесса связанных с производством вооружений но либерализм в условиях окопа либо военного построения либо наступления это такая себе история поэтому мы как-то вот все теоретизируем может быть те кто сейчас только подключаются и не очень понимаю да что это мы тут развели да за скажем так обсуждение непонятно чего марьяна безуглая которая вот уже атакует которую неделю атакует заложного то предлагает его уволить запустила у себя в фейсбуке опрос представила 10 фамилий как бы кем заменить заложного ну и соответственно там все начали голосовать да там балан буданов но это это что-то вот очень потрясающее да вот как бы голосование она прекрасно понимает что это вот исключительно акцентирует что это вот как бы ваше мнение в наши все таки все максимально осторожно но тем не менее мы же должны понимать там на кого кого менять ну то есть марьяна уже фактически выгнала уже в мечтах в мыслях заложного и предлагает нового вроде как вроде как сейчас но можно в принципе глянуть посмотреть лидирует буданов вот но он лидировал какой-то промежуток времени точно в марьяна нам опросе и соответственно главкома давайте нам буданова я просто ну можно долго там говорить что это было зачем к чему приведет что это там все филикина грамота но это уже есть то есть мы уже это не сотрем с марьяна на и так сказать лет из фейсбука интернет помнит все речь это может только марьяна из этих десяти вот если как бы спрошу у тебя вместо марьяна за кого бы ты проголосовал я бы не принимал участие в фейковых голосований но я тебе серьезно говорю у меня был есть прецедент не подрывающие устои выборов я никого за это не агитировал как бы ну это моя моя была принципиальная позиция во время местных выборов тогда когда было организовано помимо местных выборов еще опрос на участке ну там по четырем или по скольким важным вопросам я участие в выборах не принимал этом был мой демократический протест против того что называется квази-электоральный или квази-демократический процесс ну потому что опросы опросы значения или правовых последствий иметь не могут особенно если они не контролируемые если непонятна выборка если непонятная репрезентативность если мы говорим с тобой ну скажем о медийном хайпе потому что мне сложно как бы сущность сущностно оценивать что происходит кроме как назвать это демонстрации как бы невихорство вот это хорошие хорошее хорошее понятие которое охватывает половину страницы ну ладно процентов 60 страниц и марьяна беззуба дилетантизм дилетантизм такое провинциальное мышление провинциальное понимание института в демократии понимание того что такое государство суверенитет но самое главное что она отражает бытовое 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 сознание среднестатистического украинца единственное марьяна не доигрывает до конца потому что в принципе туда стоит внести еще жданова вопрос причем известный человек роман цветан цветана арестовича и тогда вот полная репрезентация вы хотите выборов вот вам выборы выберите полковника выберите своего наполеон и вот этот наполеон поведет войска скажем с тем же с тем же с теми же средствами которые есть и у главкома заложенного ну на войну с супостатом и на победу над кремлем но поэтому ну и и топ-10 ее предпочтений и доставленный не знаю по личным ее каким-то убеждением это помимо того что скажем вредно для демократии и только ухудшает ситуацию с целостностью общества а нож кстати посягает на исключительные полномочия президента вот она человек который защищает гаранта ну или отстаивает позицию гаранта и демонстрирует свою лояльность она должна задуматься о том что она делает она же давит на возможность гаранта ну исключительную возможность гаранта который является верховным главнокомандующим назначать главнокомандующим соответственно ну вот с точки зрения офиса президента я бы задумался на тему того каким решением она ну подталкивает владимир александрович потому что по состоянию на сегодня мне кажется что владимир александрович если был бы недоволен залужным как главнокомандующим он вполне в компетенции и в возможностях принять решение об его отставке на основании соответствующего представления министра оброн нет никаких технических проблем с реализации этого задания и никакие опросы никакие опросы марианы не сформирует общественное мнение которое подтвердит правильность решения владимир александрович если он такой примет а исходя из того что никаких преград для принятия подобного решения владимир александровича с формальной точки зрения нет то мариана получается ну давит на президента и склоняет его к мысли то это кадровое решение необходимо принять достаточно ли ее давление нет но можем ли мы предположить что мариана знает лучше чем президент кому командовать армии тоже оснований таких нет поэтому кроме как безумие madness да или скажем возможно там там в принципе где-то новости читал что где-то взрывы на солнце были и вот как раз где-то в третьих четвертых числах вот это какая-то волна я в этом слабо понимаю это все-таки немножко другим специалистам но она как раз должна была прийти на землю и скажем обострить разные ситуации в сознании людей вполне возможно что марьяна это тоже человек который подвержен вот этим магнитным бурям и друг другого характера природным катаклизмом космосе и мы как раз видим отражение этих процессов смотри но ни одна марьяна потому что западная пресса пишет о том что очень опасно снимать заложного зеленскому прям в прямом смысле это очень опасно это приведет непоправимым последствия а вот господин арестович тоже видимо подвержены влиянию вспышек на солнце говорит что вообще есть четыре варианта вообще вот такая ситуация как бы четыре варианта первый это военный переворот второй это майдан-3 ну как бы да вот некий там бунт народное восстание третий вариант это правительство резко там встрепенется одумается начнет условно зеленский и руководство делать какие-то экстраординарные шаги чтобы выйти из ситуации и четвертые выборы но выборов не будет нам все уже рассказали ну погодите как бы вот четыре варианта арестовича и все связано с компанией против заложного по какому варианту пойдет как тебе кажется ситуация в своем развитии знаешь почему арестович допускаем использовать принятие экстраординарные события они экстраординарные потому что выходят за пределы паттерны или тех возможных и ожидаемых действий которые может предпринять существующая сегодня политическая элита то есть тот вариант который он предполагает или тот который он предлагает как компромисс который не связан с отставками это правительство народного единения он как бы ну не родился в устах арестович он как прецедент родился в израиле когда собрал на танях у представителей позиции оппозиции сказал братья сестры враг у нас один он должен быть уничтожен поэтому на этом моменте и склоки отодвигаем сторону работаем на дно и вот создали правительство подчеркиваю у нас чуть другая ситуация мы я думаю еще с тобой коснемся да но мы назвали это военной коалиции в парламенте только парламент это законодательная ведь да правительство это все-таки исполнительные и вот в исполнительной томе и цифика или особенность распоряжение финансовым ресурсом определение бенефициаров тех или иных проектов тех проектов которые касаются как гуманитарной помощи так и восстановительных работ так и собственно говоря распределение бюджетных средств и вот можно ли было из военной коалиции которая сформировалась в начале 22 года реализовать проект правительство коалиции можно было ничего не реализовать ну потому что действующем правительстве возможно концентратор глупый вопрос задаешь такой очень как чё так мне прям аж неудобно так подожди на что на штрафе меня это что прости вот эти все там папы реднаки которые гнали из политикума там вот эти недобытки из старых политиков это они должны садиться на бюджетные потоки помощь западную которая там течет в украину от волонтеров правительств организаций международных фондов компаний стран в теории в теории да но вот именно так как ты это подавал вот потому она и не может быть реализовано потому что почему арестович и говорит экстраординарные шаги потому что обычно мы пойдем по пути народного недовольства и когда я кстати даже где-то читал концепцию кто кто где может быть говорят петр алексеевич хороший дипломат но все знают что дипломат от бога и тут кстати не будем кривить душой части международной политики он далеко не самый плохой у нас международник министр иностранных дел представь как это бы выглядело на внешнем контуре владимир александрович шестой президент украины приезжает допустим европейский союз приезжают соединенные штаты вместе с приятным президентом который во имя победы украины войне корбану едут они вдвоем корбану именно корбану сначала к орбану а потом к орбану вот неожиданно экстравагантно ну экстра экстравагантно но может быть юлия владимировна ну или юлия владимировна давно было или юрий анатольевич бойко все то что касается министерства энергетики почему нет люди с опытом люди юлия владимировна вообще ходку отмотал по этой ситуации она тупо в материале всех дел причем на стадии длинного периода ну или на худой конец кучеренко можно взять по вопросам жкх да и вопросов электроэнергии распределить это не вопрос персональные к чему эту ситуацию это вопрос демонстрации общества целостности единения не существует так это это же не просто там ремарка по поводу орбана ну погоди так и что я знаю так и что они продемонстрировали ну скажем так силовики представители сбу украинская власть вот этой отменой командировок депутатом евросолидарности с порошенком сивачолым во главе давай не спешить я тебя все-таки верну к вопросу арестовича ты что там 4 вернее он 4 озвучил вариант а как петру алексеевич успеем вернуть там сложные темы тот вариант о котором говорит арестович военный переворот он же отталкивается от уровня доверия общества к вооруженным силам то есть вооруженные силы которые владеют на уровне институции украины самым максимальным уровнем доверия я не побоюсь этого слова наверное который выше даже чем у легитимного президента украины владимир александровича зеленского могут как сила которая в совокупности по словам давида георгиевича арахами составляет 1 миллион человек по дружам полмиллиона на линии столкновения ну или непосредственно с врагом там четверть миллиона они могут не понять как их не учли части доверия командиру и посчитать что грубо решение власти об отставке является таким что есть несправедливым по отношению к их командиру с которым они прошли два года военной кампании почти два года военной кампании которым деоккупировали часть территории украины которая была захвачена российской армии и сейчас их человека которому не доверяют которому не подчиняется и приказы которые выполняют по политическим мотивам увольняют соответственно этот протест это будет отражение несправедливости а несправедливость она чего рождается что власть пытается узурпировать да но узурпировать как путем уничтожения или путем минимизации возможного воздействия скажем сформированной или образованной какой-то элита или видных людей которые владеют доверием общества путем смещения их должностей потом не упаси господь еще какое-то производство и я не уверен кстати что вопрос производства является чем-то большим чем просто информационным вбросом но тем не менее такого тоже исключать нельзя ну и это так или иначе обернет их гнев ну наряду с гневом в отношении агрессора еще и на внутреннюю ситуацию и это как раз кстати демонстрирует ситуацию которую не понимает мариан политика это не вопрос голосования либо медийных вбросов политика это такая на ярусные многогранные явления которое должно учитывать общественное настроение разных социальных групп кстати об этом тоже часто очень забываю не скажу что тут арестович какой-то опять очередной раз явил свету эксклюзивную мысль или прорывной это возможные варианты оценки ситуации связанные с отставкой плюс мы должны понимать мы должны понимать насколько наши партнеры насколько нашим партнером допустим комфортно доверительно и понятно работать с в том числе с валерием федоровичем они имеют определенный гандекап доверие к нему они он уже выстроены какие-то отношения ну и соответственно выстраивать эти отношения по-новому может быть сложным от этого будет страдать фронт тут уже мы пострадаем все как страна я не думаю что офис президента готов к подобного характера решения тем более что действия офиса президента сегодня президента непосредственно они подтверждают те позиции которые озвучивал валерий федорович в публикациях интервью журнала экономист уже нет противоречий между переходом войны затяжной периода или затяжной характер тупиком или не тупиком но президент констатирует что наступление не привело к ожидаемым результатом если наступление не привело значит наступление окончено если президент говорит о том что нужно усилять оборонительные линии то это свидетельствует о том что характер войны соответствует тому что нужно накапываться и пытаться защитить те рубежи которые есть держать весь расхождение с позиции главком толтенберг говорит что не существует технику толтенберг вообще говорит беда беда будут плохие новости из украины так подожди столтенберг тогда президенту нашему не доверяется надо столтенберга поменять марьяна еще не голосую голосовалку за вместо столтенберга не организовал ну я к чему веду то есть позиция которую озвучивал валерий федорович она сейчас находится в отражении в устах официальных лиц ну внешне на внешнем контуре да назовем это так это не значит что этих идей или этих мыслей нет внутри нашей страны но мы настолько настолько уже погружены в иностранную повестку что своими словами или своими мыслями уже делиться как-то неприлично почему неприлично потому что если она вдруг прорывная то ты агент кремля но если она вдруг вдруг идет в разрез с официальной линии то обязательно надо задуматься на тему того на кого ты работаешь точно порохобот ну то есть вот это клеймо она преследует везде везде по принципу она мне не нравится значит я смотрел вчера с реакцией людей на вот кейс который мы сейчас тобой придем наверное так тот который касается петра алексеевич вот смотрю на синхронное появление постов людей сострадающих офису президента примерно в одно время вечером с одной мотивацией и вот ошибительно ошибительно честное слово читать просто мысли людей которые вполне себе адекватные но они исходят в обосновании подобного решения тем что петр алексеевич мы же знаем как он подаст в внутренней информационной повестке результаты своих поездок как как подаст ну так все политики съездил пожал руку или съездил и скажем привез украину каких-то там два генератора а вы не так делаете ну то есть вот на протяжении 20 месяцев не так политики в наши и представители верховной рады которые ездят за границу пишут посты они не так поступают отчитываясь о своих визитах если есть о чем отчитаться подожди но некоторые фотографируются в таиланде с избирателями на встрече избиратели такие загорелые загорелые вот некоторые там на мальдивском округе занимаются а вот петра алексеевича завернули и тут же вопрос то ну самые наверное интересный ну завернули чтоб он сорба нам не встретился другом путина ну как так ну то есть и тут даже но это же это же написали в сбу это же вот эти но это чиновники так ну там пресс-служба да вот это же орган они же набирали это на там на клавиатуре они же говорили это ну как бы обосновывали и они же прекрасно понимали что до этого там в начале года в феврале там осенью зеленский спокойно там звал орбана в украину пересекался с ним в гранаде на этой встрече с европейскими политиками ну то есть я вообще не понимаю вот этой откуда вот как могло родиться вот такое обоснование того что его завернули это же лишний козырь петру алексеевичу порошенко ты задаешь вопрос ответ на которую меня нет кроме как лучше бы не писали на самом деле мне так кажется потому что ну давай с другой стороны орбан орбана но он лидер страны члены европейского союза у нас есть проблемы с этой страной есть каким образом выстроить ладно не скажем что петр алексеевич выстроит отношения с этой страной в результате своего одного визита вот это было бы наверное избыточно положительно и авансом высказано в отношении петра алексеевич но кроме как разговоров есть какие-то другие пути ликвидации этих противоречий которые существуют между венгрией и украины нет ну нам запрещено коммуницировать с венгрией тоже нет но мотивация российская ипсо хорошо но вы тогда получается предполагаете вы это имеется ввиду органы государственной власти которые предупреждают о подобных рисках вы фактически говорить о том что либо петр алексеевич работает в унисон с российскими информационными ресурсами и едет туда специально для того чтобы российским пропагандистам было о чем поговорить более того под заметил одну тему когда произошло это событие пятницу по моему вечером на некоторых телеграм-каналах которые типа связаны с офисом президента начали писать потому что петр алексеевич в россию собрался мы же не забыли что петр алексеевич катастрофа вы же не забыли что петр алексеевич с медведчуком имел отношение и вот они что да уголь уголь таскали из донбасса и так это вы кому напоминаете дбр у который расследует это дело и никак точку не может в этом поставить ну не последовательность не целостность либо вы наоборот говорите что орбан работает с российскими пропагандистами можно подумать но российским пропагандистам недостаточно я смотрю допустим некоторые не как мне вот эти россия 1 или еще что то ну допустим смотрю живой гость там или слушай и вот у него и остановись а то придут постучать тебе завтра утром скажут а тут смотрят россия что youtube открытая площадка не скобееву смотрю кстати вот нее ни разу не смотрел тупо терпения не хватает но знаю что она нас смотрит вот шо-шо а скриншоты мне присылают ну скриншоты как смотрит скобеева нас наш эфир да да лично души фотографирует и как пока она на планшете нас с тобой смотрит и лайк и спонсорство оформляет все ссылки в описании а также в описании канал легист любимый канал скобеева и подписывайтесь друзья спасибо обычно эта реклама происходит вернее эта реклама происходит в конце но тут ты вот в середине и правильный анонс ребята да госпожа скобеева не оформляйте спонсорство я вас очень прошу не надо канал нормально существует как же худо бедно уже несколько лет но я к чему возвращаюсь тому о чем россии россия говорит они сегодня или на этих выходных обсуждают интервью рахами они перевели его на русский язык обнародовали ряд потому что но не все что украинском читают слушают понимают и так дальше так что рахами если его обсуждают в россии это тоже продукты псов тоже глупость ну а тогда получается или петя петр алексеевич работает с русскими или орбан работают русскими или они оба работают с русскими ну тогда вопрос о чем они могли договориться если даже такая встреча должна была произойти об этом мы конечно не знаем и не узнаем потому что письмо какое дск но давай посмотрим на другую другую ситуацию опять же таки мышцы эти все мотивации типа объяснение корниенко потом появление чтобы сбу письмо обнародовала у себя ну скажем каким-то образом она имела отражение сказали спецслужбы сказали спецслужбы все информация каким образом получено оперативно ну зачем я ее наружу это все было заговаривание тем потом вот когда сегодня появилось письмо не письмо а пост стефанчука вообще охренел честное слово доктор юридических наук поставил рейтинг выездов да или международных командировок народных депутатов по количеству по проценту от ну я понимаю что формулы грубо говоря в таблице они могут этот процент высчитать по количеству дней пребывания за границей и вот я считаю это пост читаю 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 думаю для кого это обсуждение с точки зрения юриста но тем более научного сотрудника то есть у тебя есть понимание такого принципа принцип правовой определенности принцип правовой определенности он базовый вообще для любых нормативных документов которым не существует вот вы знаете когда-то народный депутат не приносит заявление на командировку а я должен подумать стоит ему ехать или не стоит вот будет результат его поездки или не будет и на уровне внутренних убеждений на уровне внутренних убеждений я принимаю решение подписывать или нет когда это ты принципа правовой определенности нет появляются потом после такие как пишет госпожа гераченко гераченко пишет смотрите нас не пустили а тут папиева пустили этого как его депутата от слух народа который по ее мнению сотрудничал с агентами кремля пустили за границу другие на мальдивы пустили избирательность потому что нет общего подхода ну ты сидишь вы же получили то ну к чему непосредственно шли потому что вы начали ограничение международных поездок вы начали применять индивидуальный подход который хочу даю разрешение хочу не даю разрешение и в конечном результате вы создали ситуацию с пятым президентом который вы точно понимали что она будет использована в силу того что это все-таки пятый президент который имеет и медийную поддержку имеет соболезнующих ему блогеров и так дальше который продемонстрирует что наша декларация об отказе от проведения выборов является фикцией давно потому что декларация демонстрирует ну то что в стране отсутствует политической конкуренции почему потому что выборов нет не за что конкурировать должности нет но вы же сами порождаете что политическую конкуренцию через что через то что показываете аудитории или электорату или избирателям что конкретному политическому деятелю но применяются какие-то исключения ну поэтому вот эту декларацию меморандум который говорит арахамии которые обнародовали отбрасываем в сторону и продолжаем тему которая называется все-таки конкуренция есть прекрасно какого результата мы достигли но абсолютно справедливо то в какой-то из международных изданий следующей неделе с привязкой к выборам будут упомянут очень когда пятого президента украины не выпустили из страны что будет свидетельствовать о чем о том о чем говорил виталий владимирович кличко в интервью на который тоже подгорело да это очень интересное интервью издание кому 20 минут ну немецкая там 20 20 минут вот это вот прям короткое интервью и там очень вырезки которые очень сильно раззадорили пространство политическое где собственно говорит что конечно он не хочет идти в президенты сейчас времени то мне о другом надо думать но говорит что доверия зеленскому нет ну фактически прямо об этом говорит и тут же сразу возникают вот эти все старые отголоски венского сговора о том что будет некий такой триумвират ну условно да там порошенко кличко не знаю кто третий то ли тимошенко то ли может сам заложенный да и вот этот триумвират собственно снесет зеленую власть в украине но она и праве и править будут три консула как ну а почему бы нет подожди но кличко же не просто так об этом заявляет тут тоже какая-то интересная правда история кличко мэр киева открыл этот мост война он мост открыл но не для всех уже долго строй ты видел кстати быстрый проезд которые обнародуют как проехать по нему куда он выводит там не может не движение если честно я даже как-то так шансов прокатиться нет такая шута на себя дразнить ну это же там только для спецтранспорта и но общественного транспорта сейчас значит у нас уже был период когда мы рассчитывали на три трех консулов это был период арсения петровича тоже виталия владимировича там еще по моему свободовец был какой-то тягный бок тягный бок ну и петры для петра алексеевича тогда еще не было четырнадцатом году по моему это не сходили на переговоры виктором федорович я никого не забыл состав тот же и потом же плюс-минус так и расселись виталий владимирович в киеве арсений петрович кабмине ну и грубо говоря тягный бок тоже где-то в ради был ну вроде как бы так себе результаты трехглавого правления то что освучивает виталий владимирович он же что же доктор только iron fist не юридических наук но но тоже доктор вот я тоже не понимаю почему люди возбуждаются на самом деле ну возбуждаются люди в офис то ли у них какой-то комплекс на тему авторитаризма как понятие то ли у них комплекс на тему деспотизма так как понятие что типа да нет это не о нас но ребята но об этом писали еще до виталия владимировича иностранной прессе виталий владимирович может об этом судить исходя из его личного ощущения того насколько соблюдается в этой стране принцип разделения власти принцип системы сдержек и противовес и если мы вот с тобой говорили о кабинете министров то мы четко понимаем что они мы как мы о правительстве народного единения почему его сложно организовать потому что там будут субъекты с которыми придется договариваться субъекты которые будут готовы нести личную ответственность ну и не будут теми кому позвонят с банков и они сделают то как скажут то есть а соответственно этот вариант уже не подходит ну и в нашем случае нашем случае кабинет министров тот который есть который возглавляется господином шмагалем он является якобы институцией институции полностью подконтрольным ну скажем центру влияния или центру принятия решений которым является офис на банках понимает это на банках понимают и руководители правоохранительных органов кроме антикоррупционный вертикальный берем они все назначены парламентом в котором моно большинство и вслух народу но нас плюрализм информационное вещание сводится к марафону единой новости политической конкуренции у нас нет потому что что монокоалиция ну как мы с тобой определились ранее тут как по каким пунктам не возьмешь у нас концентрация власти а местном самоуправлении либо формирование военных администраций там где и в тех населенных пунктах где в этом острове необходимости нет тоже происходит в этом где с точки зрения критериев ошибся виталий владимирович это его же ощущение это его мироощущение диктатура не но подожди авторитаризм и диктатура это не настолько мы личную в личную жизнь мы еще не дошли к счастью и виталий владимирович личную жизнь тоже никто не заходит ну а то что перекликаем подожди подожди сейчас по всей стране будут права у представителей тцк будут заходить в личную жизнь поэтому тут тоже ребята я должен сказать прорваться на шесть половина тысяч онлайн мы в прямом эфире 2143 три сейчас на часах голосуйте пожалуйста в чате трансляции здесь правильно меня поправили в чате что 20 минут это швейцарское издание немецкое там где про диктатуру это было в немецком издании там где 20 минут это я оговорился да это швейцарское издание поэтому спасибо что поправляете смотрите вообще так смотрю думающий думающий чат такой очень интересные такие комментарии там сразу поймали тебя что ты когда говорил о кличко сделал какой-то жест вранья я не обратил внимание что это был за жест ну что какой-то жест увидели наши зрители поэтому друзья друзья но напишите еще раз что это даже не надо его исключить что за жест такой да помогите нам правильно может у меня спина тянет да мне же как бы надо понимать к чему готовится если вы настолько бдительные хорошо что покер в очках хорошо что спина а не то что ниже друзья пожалуйста я тебе плохого сделал слушали мы с вами пообщаемся в конце до традиционно там вопрос ответ блиц режим чате трансляции поэтому благодарю за то что ну скажем так за то что пишите реагируйте мы все читаем голосуйте пожалуйста андрей я хочу резко переключиться но это прям очень важно с вот этой нервозности о которой ты говоришь да по поводу заявлений там кличко порошенко на достаточно странную ситуацию которую нам показала ситуация с дубинским и его избиением адвокаты говорят о том что его забрали в пресс-хату там били ему там тяжело сидеть вроде как там скорая помощь приезжала что-то зафиксировала но там как бы ничего не составила в общем били его в сизо ну в лукьянамском и как бы вроде бы как идут все конечно переполошились потому что но понятно что политический но тут тоже накладывается многослойность да такая он же кто агент буратино нам власть говорит ну следствие говорит агент буратино там агент кремля значит получается тот кто бил агента кремля вроде как патриот но логика дурная такая но она там срабатывает вот это там да вот крючочек с другой стороны мы понимаем что извините а что это что это за одну произвол у нас по тюрьмам дадут а так война и так плохо тут там порядка навести не могут с третьей стороны тут же тоже очень интересный как бы момент потому что в руках со слов дубинского да он же там решил как-то не знаю то ли он передает малявы через адвокатом своим помощником он же из сизо как-то продолжает вести свой youtube канал ну там вставляют его фотографию нейросеть его голосом в общем или он начитывает и подкладывают потом ну вот это вот как дипфейки делают да вот так же он пытается как бы быть в повестке а это вот как бы из сизо такое делать в общем не понравилось и единственный способ получается как этого как закрыть ему рот ну физически да там через побои ты как прокурорский андрей разложи нам эту ситуацию зачем в пресс-хату отправили буратино я не знаю с точки зрения юриспруденции понятия пресс-хата это уже что-то сленговое а вот те кто там меня на вранье поймали пусть напишут как они понимают это понятие но как юрист мы отметим что не буратино не те кто предполагаемо по версии буратино причиняли ему увечья по состоянию на сегодня не являются людьми осужденными либо виновными в совершении преступления поэтому это люди которые находятся в следственном изоляторе где невиновные буратино пока не виновные или может быть и не будет виновным был по версии самого буратино и сбит невиновным патриотом на почве пока неизвестны неприязни либо события которые имели внутри внутренний характер и в любом случае в любом случае находясь на свободе или с учетом того что это режим особый ну или объект особого режима мы не можем полностью восстановить картину происходящего потому что конечно в любом событии всегда существует сторона заявитель которые звучат краски драматизирует по-своему искажает или ну скажу излагает факты и есть сторона официально и в этой официальной стороне то есть у нас же если брать вчерашнюю хронологию сначала появилось заявление дубинского там перелом ребра три часа избиение без следов но следы остались потом фактически версия официальная которая звучит следующим образом не было не подтвердилась потом выписка которую если не ошибаюсь страна до обнародовала который в одном абзаце написано о том что есть ушибы мягких тканей ну и возможно ушибы грудной клетки ну ушибы возможно ушибы это дело тонкое потому что ушиб это и упасть можно у тебя забой мягкой ткани это синяк синяк может быть в принципе там не самая безопасная среда надо понимать характер возможного и механизм причинения или нанесения соответствующего ушиба для этого нужно судебно-медицинское исследование в км если по простому если вопрос о ребрах переломах трещинах и так дальше ну во первых ему бы дышать было хрененно тяжело это в любом случае и там бы скорая его бы не бросила ну потому что потом у них были бы проблемы если бы подтвердилось случайно что что у него действительно есть перелом они не оказали помощь то есть тут кооперация между медицинскими работниками и работниками учреждения предварительного заключения нет от слова никакой потому что и одни и вторые несут ответственность и поверь мне если подобный факт станет достоянием не то что общественности а контролирующих органов в лут от производства потому что она легкая с точки зрения доказано но как как нам объясняют почему его там рентген и мрт не отвезли выходные не работает вроде бы вроде бы ложится в его версию почему нанесение телесных повреждений происходило в ночь с пятницы на субботу потому что все понимают что в субботу как бы не работают хотя режимный объект работает и центр оказания помощи тоже работает людей которые находятся под стражей да у них выходных нет они могут причинить себе вред случайно и в субботу и воскресенье но тем не менее как бы в его версию вписывается поэтому истины по тем по той информации которая у нас есть установить это все примерно то же самое что принять участие в голосовании марьяна без угла и ожидать что главкома поменяют вот я разобрался я принял одну сторону все вот так вот он вот вот оно так и иначе быть не может плюс есть свидетели всегда есть так или иначе охранники есть скажем те кто содержит содержится вместе с ним в камере которые смогут дать показания либо не смогут давать показания но я немножко такой ролик недавно попался в тик токи не знаю почему не гуглил может быть события никак не связанного пацана это это не смотрел вниз и не планирую но наслышан особенно с учетом новости о том что кто-то решил повторить фрагмент этого сериала и резать пальте ну вроде как там к вечеру сообщили в иркутске что это пацаны которые там зарезали другого 15-летнего в общем это это не связано с фильмом это просто слава богу это вроде как не фильм поэтому не сериал когда сайт когда сообщение звучит подобного характера но только добавляет популярности сериал медийный продукт надо обязательно посмотреть о чем там было но но это не работает с тобой думаю тоже короче роли какой мне попался в тик токе сидит американский журналист и берет интервью у кого бы ты думал вот как ты думаешь у кого ну раз он американский журналист пути русска то у русского президента журналистом бога чуйка то какая о ком они говорят о навальном я ни в коем случае не провожу параллели между дубинскими навальным разные характеры деятельности хотя это опять же таки и о чем лишь они общаются они общаются о том что вы же навального там посадили то говорит то нет не посадил он нарушил условия условного срока который мы присудили да ну и соответственно вот сел то что там потом еще три судимости было одна из которых скажем приговор на 19 лет тоже как бы легенда умалчивает но ему журналист говорит так а как же его здоровье там ну и путин ему отвечает слушать я вот в выльность свою там по моему в крестах короче был петербурге он где-то посещал изолятор говорит удручающее зрелище конечно не самые лучшие условия но принципе будем надеяться что условия и безопасности и содержания за время того как мы туда вкладывали деньги улучшилось и его здоровью или его безопасности ничто не угрожает ну и тут говорит а вы можете там условно гарантироваться ничего не произойдет а я причем тут же есть службы которые за это отвечают и вроде бы вот этот эпизод он такой журналист бьет на то что но навальный ш фигура и хрена себе а вы его тут посадили места лишения свободы тут так у него общие общие со всеми условия содержания кроме одного момента который владимир владимирович упустил он беречь навального места местах лишения свобода будет больше чем всех остальных чем всех остальных заключенных либо людей содержащихся под стражей на тот момент я хотел сказать менее культурно потому что у всех у всех сформирована образ того что навальный является политической жертвой и если вдруг с ним что-то произойдет избиение суицид отравление еще что-то все все мировая общественная сми пресса внутренняя внутренняя оппозиция будут обвинять в этом кого заказ который реализован кремлем а с учетом того что кремль не хочет такой славы то есть с навальным они не то что расправлялись они применяли угловные уголовные процедуры связаны с преследования человека за совершение преступления то они в такой подобной славе не нуждаются если бы они хотели его ликвидировать то ликвидировали условно по принципу того как работали в солсбери либо там с другими предателями на другой территории случайно ну хотя трусы которые были чем-то отравлены такая версия тоже я знаю из-за чего собственно говоря ему в самолете стало плохо но это было в самолете непонятно где в гостинице непосредственно ответственности сотрудники государственных учреждений за это не несут поэтому есть особый характер или особые задержанные или особые подсудимые по отношению которым очень не стоит применять те же методы воздействия или те же методы скажем физического или психологического давления которые применяются допустим к другим субъектам возможно применять другим субъектом уголовных процессов политически значимые лица либо видные лица либо медийные лица вносятся к этой категории потому что как показывает практика и мы об этом с тобой говорим если допустим теоретически мы этого не знаем моллюска как было вроде не докладывал если избиение обычного гражданина даму который попал к сожалению места лишения или ограничения свободы может пройти незамеченным для прессы сми то избиение политически видны видного объекта или значимого субъекта данном конкретном случае народного депутата его никто мандата не лишил она опять же таки может по-разному отыграться не столько во внутренней информационной конъюнктуре сколько внешне потому что внешние публикации или публикации с внешнего контур могут на это посмотреть но не через призму обычного бытового там столкновения либо потасовки на зоне через призму подтверждения слов кличка ну или одной из форм отражения тезисов кличка это невыгодном свете демонстрирует демократический режим нашей страны если оно подано именно под каким-то определенным соусом поэтому безопасность подобных лиц в изоляторах она как бы должна обеспечиваться дополнительными дополнительным вниманием дополнительными усилиями администрации соответствующих учреждений но тем не менее тем не менее подобного характера сообщения у нас уже есть смотри мне просто вот здесь сразу я хочу уточнение одно слушай во всем не плевать ну подожди ну давай будем цинично рациональные вот так вот где-то даже драматично циничными ну смотри ну но вот навальный ну и ну навальный и навальный ну ну и что ну вот так вот тут путин войну развязал люди гибнут сотнями тысяч по обе стороны ну а тут навальность это пускай сидит ну там выйдет не выйдет бог с ним да то есть дубинский ну ну что ну что такое дубинский да вот в сравнении с тем что сейчас происходит на там внутреннем политическом фронте внешнем контуре как сейчас там например пытаются отразить наступление российской федерации там на ну там донецкой области причем не в одной точке в нескольких купинск да вот как там тут надо окопы тут тут марьяна заложный здесь вот это все ну дубинский группа ну кто кто о нем вспомнит ну то есть мне кажется может быть мы слишком ну как бы превозносим эти вещи и может ну как тут работает наоборот ну что можно и дубинского там ребра ему посчитать чтобы сговорчивый был и не занимался ерундой из сизо там не комментировал что не попадя его что собственно в сизо закрыли чтобы он там ну никак не влиял на следствие не комментировал ничего он ничего себе youtube канала ведет надо как-то рассказать по закону ты не можешь ему этого запретить надо запретить через правильных пацанов и тем более это же ну как как говорят не за подложи подозреваемого в работе на кремль ну как бы урезонить вот нормальный план может быть все ну как бы может все гораздо проще не то все было бы проще если бы мы не стремились к ценностному миру который лучше если мы стремились к ценностному миру режима ким то вообще никаких проблем бы не было и более того я с принципе даже с тобой согласен что таких событиях которые касаются народных депутатов их задержание так далее единый информационный вещатель он бы даже не упоминал но мы же вроде как бы к плюрализму стремимся да то есть это одна из частей сложного диалога на тему того что мы лучше чем тот враг который является варваром с точки зрения с точки зрения цивилизации который на нас наступает соответственно мы методы внутренней жизни которые применимы к авторитарным режимом у себя не применяем как то политическое преследование незаконное задержание незаконные уголовные преследования ограничения свободы слова ограничения личных свобод этого всего у нас нет нет или как бы нет или просто нам запрещено называть это своими именами чтобы назвал это ну и этого значит нет если она по-другому называется это как бы ситуация которую надо все время как бы подтверждать действительностью и реальность а противоположные случаи или кейсы как любят нашу молодежь высказывать они как раз свидетельствуют о том что как бы и они плохо плохо сказывается на репутации стран поэтому мы с тобой обсуждаем события если бы если бы о нем не написали телеграм-канал не написали новости не написали или не вспомнили отдельные допустим каналы сам там дубинский этого не сделал да там и не донес эту информацию и вся система была выстроена таким образом чтобы капсулировала информацию в пределах одного учреждения ну тогда мы говорили о том что у нас действительно режим который имеет полное влияние как на внутреннюю информационную повестку так и на ее на ее отображение во внешнем контуре и подобного характера вещи они не становятся достоянием честности что позволяет нам вернуться к твоему тезису о том что это все не важно потому что важно в том все ради фронта но опять же таки вот это хорошее обоснование не на часе все ради фронта она же как раз и ну скажем подыгрывает тезисом которые озвучивают виталий владимирович ну или формирует обоснование для тезисов виталия владимировича что ну слушайте в цена который надо там создать на уровне местного самоуправления это та история которая необходима с учетом фактор войны а там необходимо на необходимо на на часе процесс говорит там коррупции не скандалы как железняк у нас говорил перед шедауна в соединенных штатах у нас 45 дней без коррупционных правонарушений иначе не будет помощи ну не пришли мы этих 45 дней или так и говорит данилов все вся информация направлена на внутреннюю дестабилизацию является действием руки кремля так внутренняя дестабилизация происходит указывается и без руки кремля у нас на но и мы не способны то есть вот наши наши не то чтобы элита нет не столько общества политические руководители не способны продемонстрировать тот сигнал которым последует общество да и действительно вот эту всю мишуру таких такую как после марьяны который конкурирует заложным или после других народных депутатов оставит вне повестки потому что они действительно не важны ну они на сущность боевых действий они не влияют и позволит сконцентрироваться на достижении целей связанных чем прекращение войны в нашу пользу но у нас так не получается наоборот мы подогреваем часто внутреннюю дискуссию как раз скандалами задержали того народного депутата на взятки того на сотрудничестве на кремль а тут бизнесмена а тут скажем представителей тцк а тут задержали этих уклонистов которые переходят границу так мы наоборот подогреваем общество то есть страна генерирует информационный поток этот информационный поток вроде бы демонстрирует борьбу чем-то пент но в то же время отражает то насколько в разных сферах присущи проблемы связаны с коррупцией которые нас обвиняют наши оценщики запада удивительная ситуация с одной стороны боремся с другой стороны тем что боремся подтверждаем что это везде есть ну и плюс это есть на уровне ментальности человека который занимает ту или иную должность потому что ну преступления не совершаются без людей они виртуальном пространстве еще пока не совершают на тему дубинского его там медийного присутствия или его медийного воздействия тоже просто исключительно лично ну личный имеется ввиду кому-то не понравилось что он может сказал если эта версия действительно имеет место быть и как бы она является основной мотивирующей дать для преследования хотя я не согласен с одной стороны у него производство которое касается организации чего там подделки документов второе это организация пересечения границы ну а третье чего он собственно говоря и оказался в изоляторе это та статья по которой нельзя избрать другую меру пресечения просто там нет возможности избрать другую меру пресечения поэтому подожди ну ну так ему же эту статью и прилепили чтоб не чтобы избрать именно такую меру пресечения но так она подается но с формальной точки зрения кому-то по силковича у нас типа производства закончили на этой неделе по одному из эпизодов если не ошибаюсь направили его в суд дальше у нас я вот не помню дубинского через севковича лепили ну то есть по распространению или через дыркача ну дыркач там точно был как бы ну по моему офис тоже севковича вот грубо говоря сейчас получат приговор по севковичу с мотивирующей частью которая будет включать возможно и других людей таких как дубинский и пойдут еще и по дубинскому уже с приговором поэтому тут значит как стук покажет покажет насколько обоснована позиция обвинения сожалению или к счастью пока мы сведений о том как звучит даже фабула подозрения дубинского мы же не имеем ну ты можешь пилаясь на какой-то документ который прочитал это точно так же какие мониторе что информационные пространства может зрители наши знают объяснить фабулу совершение или версию страны обвинения о том как дубинский совершил там госизмену нет ну там же я аудиозаписи были разговоров и скажем так связь вот это по поводу пресс-конференции то есть ну понимаешь фабулу там это же есть преднамеренная вот преднамеренная какое-то действие понимаешь вот это госизмена но вот с преднамеренностью вопросы да то есть саша извини но вот эти все вещи типа записи это антураж у нас в отношении петра алексеевича записи были были записи на которых якобы были голоса похожие на голоса 5 президента украины были но он же ну пока вроде бы не в изоляторе и вроде бы на основании записи его не осудили то есть ты же абсолютно прав когда говоришь о том что преднамеренность на преднамеренность значит что этот субъект должен осознавать что он является частью скоординированного плана направленного на раз два-три-четыре-пять он осуществляет эти действия но в говори с рядом лиц это этот сговор состоялся когда-то тогда-то при таких-то условиях то подтверждается теме то документы или подтверждается теме то доказательствами и тогда вы выходите на целостную версию которая называется состав преступления а у нас у нас как и по богусла его кстати как и по богусла его есть фрагменты вырезки обнародование люди послушали он мало того что на русском говорит так он еще и с россией говорит ну все а еще если у него там еще знак почета или звезда какая-то или что-то с российской символикой было найдено точно точно агент кремля и госизменник ну значит мы вместо того чтобы дождаться решения суда знакомиться с фабл мы уже осуждаем на уровне обвинений еще нарушая в принципе какую-то статрую статью конституция который но человек является невиновным невиновным совершении преступления до момента вступления в силу приговора именем украины значит мы идем впереди времени а если по такому принципу идти на тот кому озвучено подозрение принципе его ну не жалко и стоит списывать кому ну это не совсем либерально-демократический метод мышления нет не то что не жалко исписывать просто ну другие другие проблемы у всех понимаешь и как бы ну дубинский ну там что-то где-то ну просто тут как бы мы о чем говорим о том что ты говоришь ну как как-то это же если так депутата да там прессануть да и понятно что это как-то выльется в наружу это удар по той же власти это удар по тому же режиму потому что там во не будет шуму до неба нет ну и просто депутаты уже не те люди до что и целого народного депутата в сизо побили вот это вот эта новость вот это прям ну забыли через два дня если бы так судорожно и все вместе и дружно не начали опровергать полиция киевщины причем здесь полиция киевщины ну вот да вот по как подследственности ну полиция разобрались не ну так наверное то что начали совместно опровергать но грубо говоря как раз и свидетельствует что народные депутаты это немножко особенный субъект но их не так много их там плюс-минус 420 человек по всей стране народные депутаты действующие и соответственно соответственно события связанные с ними они немножко по субъектному составу отличаются да и по уровню народный депутат он с воздуха не появился него люди проголосовали до люди сейчас не могут выйти там на его поддержку выйти на митинги ну подожди они же могут выйти на митинг сейчас вот прошел в столице большой митинг родственников погибших плен пленных родственников мобилизованных но был митинг возле к мда большой майдан люди стояли требовали демобилизации срочников требовали вернуть возобновить обмены которые приостановлены сейчас то есть какой-то против протестная история есть и ну во первых это протестная история она нуждается в согласовании и сам характер но их действий да то есть или цели для которых они собираются они получили разрешение в этом я уверен от соответствующих подразделений министерства внутренних дел и скажем не только от киевской военной администрации то есть их их присутствие на улицах но не является стихийным и случайно не появились если ты случайно выйдешь на какой-то пикет тебя в принципе по закону сразу очень быстро задержат и отправят для установления личности в соответствующий район дел но мы же говорим с тобой о дубинском как о человеке который все-таки до сих пор является народным депутатом будучи народным депутатом одним из 420 он является представителем народа и если в отношении него применяются незаконные методы воздействия как он говорит связанную допустим с его позиции политической позиции это как минимум может быть плевать внутри страны для части людей которые когда-то даже за него голосовали сейчас как-то все разочаровались не нашим кандидат и окей но с точки зрения оценки демократии которую мы в силу нашего евро интеграционного стремления получаем со стороны наших партнеров это не очень хорошо а раз это не очень хорошо то это может быть может быть тем кто дискредитирует нашу страну в иностранных публикациях а мы за нашу репутацию переживаем в иностранных публикациях почему потому что иногда там появляются соцопросы местного населения которые вот меняют демонстрируют изменения настроений части поддержки страны лучшую сторону худшую сторону они что не только по сводкам дип-стейта формируется эти впечатления наверное там целый микс настроений связанных где-то с коррупцией где-то с верховенством права где-то с активистами где-то с боксерами которые выступают то есть вот это вся международная информационная волна она немного тяготит наше военно-политическое руководство но причины появления этих всех внешнеполитических волн информационных они же внутри страны или ошибаюсь вот давай про ситуацию внутри страны вот этим подытожим непосредственно первую нашу часть да потом перейдем к вопросам зрителей семь с половиной тысяч нас онлайн спасибо друзья хорошо что этот вечер воскресенье вы проводите с нами нашей компании благодарю там на вранье нас не поймали ничего ну пока нет тут тут многие там там то арестовича не арестовича обсуждают части трансляции там да собственно пишут за него про выбор за него проголосовали вопросе марьяны напишите в комментариях пусть давали ну да ну тут понятно что обсуждение идет да там по-своему общаются люди с собой это очень прекрасно говорят что дубинским это перебор пишут собственно пишут разное я вот что хочу скажем так присовокупить вы пожалуйста доголосовывайте в чате трансляции по поводу главкома главкома в сау 3333 голосов мы получили давайте еще под нажмем и на лайки нажимайте в ноябре украинцы почти поровну разделились по вопросу того как надо заканчивать войну 44 процента согласно опросу группы рейтинг считают что нужно искать компромисс россиянами 48 процентов за то чтобы отказаться от переговоров воевать до освобождения всех всех территорий зимой и летом это количество было 60 процентов да то есть больше было воинственно настроенных причем отмечается что младшая возрастная группа это от 18 до 35 лет как бы 45 процентов да вот они больше за компромисс и больше половина представителей востока страны тоже за компромисс ну там где люди которые там страдают от войны но больше хотя вся украина страдает от войны там вот именно боевые действия ближе очень интересно что сторонников продолжения войны больше в старшей группе 3650 лет и на западе получается что западные взрослые мужчины и женщины там бабушки дедушки уже состоявшиеся взрослые граждане украине которые проживают на западной украине вот они сейчас как бы доминируют потому что у других если спросить то ситуация там ну не так однозначно что нужно искать компромисс что нужно как-то перемирие как бы заморозку о чем говорят нам вот эти рейтинги зачем нам их показывают такая такое стремительное падение тех кто хочет воевать до конца я не думаю что кто-то доминирует западные взрослые или молодые восточные потому что продолжение войны не является вопросом который зависит от результатов настроений которые отражаются в соцопросах подобного характера опрос было бы интересно провести в январе двадцать второго года на тему вы за войну с россией для деоккупации части территории украины которые временно оккупирована или и автономной республики крым или за переговорный процесс ну и вроде бы тогда ответы я могу ошибаться но были за политико-дипломатический путь из война это не был выбор народа я к чему собственно время война это был выбор который сделал враг начав военную кампанию на территории нашей страны а настроение которые меняются но имеют какую-то определенную динамику если мы допускаем что эти соцопросы хоть как-то там соответствует действительности потому что социологическая группа рейтинг если не ошибаюсь близко коммуницирует и сотрудничает с офисом президента а нет является отражением настроения в отношении в отношении ожидаемого результат вот молодежь или те люди трудоспособного молодого возраста они хотят жить на то есть ну это ожидаемо понятно да они это не вопрос исключительно те кто постарше уже уже жить не хотят их планы на будущее они немножко другие уже но потому что это же возрастная группа она широкая а то есть широкая это имеется ввиду не 50-51 условно 55 и до финала ну и там уже как бы у людей по-разному формируются ожидания от их него от их будущей жизни которые у них дай бог что все жили долго и счастливо 10 15 20 30 лет но тем не менее подобного характера тут запросы их динамика она отражает как мне кажется ожидание от возможных результатов продолжения войны то что часть людей говорит о том или ссылается только необходимо попытаться формировать какую-то переговорную позицию она отражает то что возможно возможно они не считают в краткосрочный период возможно достижение цели украины которые артикулируются владимиром александровичем военным путем то есть путем боевых действий а жить в то же время в течение там пяти или десяти или пятнадцати лет в правом режиме военного положения но как бы такое себе удовольствие но они не хотят так прожить как и свою жизнь не думаю что у россиян в принципе такая же ситуация была та черт думаю был и были у них соцопросы на тему того какое отношение к войне но в них вы своего имеет и возрастные группы ну там такая же плюс-минус херня но те кому 55 60 70 надо воевать деды воевали мы воевали у них бы кроме национальной гордости в части того что у них есть память о второй мировой войне ничего собственно говоря силу там социально там еще социально-экономическая разбивка была то есть по уровню доходу тех людей которые голосовали за продолжение войны а тут как бы вот ощутили гордость территорию захопали в другой страны но национальное национальное сознание а у молодежи такая же ситуация была примерно как и у нас на переговоры заканчивать снимать ограничение и так дальше почему общество другое ты почти почитаю я думаю ты читаешь зрители читают мы когда сталкиваемся с романами которые не с романами с исторической литературой на тему периода средних веков там как бы образ жизни у людей если ты землю не обрабатываешь на или условно скот не выпасаешь то ты точно воюешь и когда война это если там была телефонная связь там то соответственно твой сюзерен тебя набирает и короче а окей собрался но конь если есть если повезет ну шпит если тоже есть доспехи какие-то меч и погнал погнал воевать и они воевали в режиме нон-стоп целыми днями там понятно другого характера сражения и так дальше но это была часть образа жизни часть образа жизни современного общества молодых поколений тем более если мы говорим в возрасте 30-35 лет это те люди которые ну рождены уже там в 90-х да соответственно они сформировались в период независимых стран отсутствие воин и так дальше он немножко другое он не предполагает войны как базового состояния человека вообще ну то есть для чего жизнь не подожди для того чтобы зарабатывать то что ты заработал тратить тратить как на удовольствие потребительское общество не для выживания ну то есть разные же общество есть почему раньше его выживание надо было жрать прости меня удовлетворять свои потребности плюс чё рожали много потому что надо было кому-то обрабатывать землю соответственно должны были быть солдаты потому что солдаты умирали и так вот все двигалась по кругу но у нас немножко другие уже времена и устои в общем но социология на которой мы с тобой говорим сейчас если бы в прошлом году подобные опросы были они бы формировались на уровне ожиданий наступательной операции который приведет к лучшему результату на поле боя ну так подожди а сейчас какие ожидания ну был приказ копать да ну давай так проще окапываться сейчас он сообщают там под бахмутом перешли в ссу в активную оборону ну вот хорошее сообщение то есть понятно что обороняемся окапываемся собственно и ждем да как будут дальше развиваться события а дальше как-то вот ну не очень радужные перспективы германия задним местом виляет туда то сюда там то передают то не передают с америкой вообще не понятно что но все как-то так нас уверяют что сколько-нибудь денег да дадут но так сколько-нибудь нам ну не получается нам же как говорили 5 миллиардов нам нужно до ежемесячно ну там получать ну ли сколько там да вот помощи извините да ну а получается что нет это этих денег нет уже нет уже не будет ну знаешь саш какую динамику замечаю у нас появилась в обиходе пошлое слова пошлое для общего массового сознания реализм я вчера как-то захожу в инстаграм не ставить сторис и вот люди журналисты и просто страдающие делятся какими-то цитатами то сами странные прессы то с наших публикациями треба вызнать реальность треба подавитись правде убитие давай не 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 я вот я вот читаю эту херню значит у меня такая вот такой ну чуть-чуть злость меня берут потому что вам то что вам кажется что вы стали реалистами опираясь на иностранные публикации это еще очень далеко от понятия реализма потому что иностранные публикации но констатируют проблемы но они не констатируют и не прогнозируют пессимистические варианты реализма потому что реализм он включает себя не только вот как бы не достижение как говорит президент результатов наступательной операции а реализм предполагают возможности ухудшения текущего положения и вот вот этот реализм которым массовое сознание еще не постигло наш он нам к сожалению еще предстоит скорее всего тогда когда вот все вещи которые мы рассматриваем как вероятные но скорее всего мы их нам удастся их избежать вопросы финансовой помощи помощь будет типа сейчас это республика бояр депутатов поедет там сейчас крутят в дугу короче спикера палаты представителей где-то зажмет его марьяна в каком-то углу в конгрессе будем надеяться ее взяли с тобой потому что она очень мощная в этих вопросах непоколебим и помощь будет а вдруг и и не будет или она будет гораздо меньшим объем а вдруг не будет трибунал а вдруг не будет репараций а вдруг не будет f16 в том количестве кстати я прошлый раз правильно тебе говорил на тему 60 ты меня исправлял на 23 ты здесь а мы ожидаем а их допустим будет а так как ты говорил 2030 но уже и в 16 не является вундервафф прилетят и прилетят и значит по большому счету по большому счету наши ожидания они все равно еще остаются плюс-минус оптимистическим но мы уже используем понятие реализм и вот этот реализм этот реализм что делает с мобилизацией вот же день и это да еще дополнительные факты ну смотри неделя прошла у нас нет мобилизации по новому но я по крайней мере видел там отрывчатые какие-то там предложения там законопроекты но зеленский же дал задание у мировую заложному горят давай там вот чтоб человек видел вот . а . б но как-то вот этого комплексного подхода нам не объявили не презентовали почему но потому что законы не пишутся за один день для того чтобы с пункта а в пункт б добежать недостаточно и приложение прописать да ну то есть мы же с тобой в мобилизации говорим там каждую неделю так плюс-минус и точно так же читаем не каждую неделю тут будет один фрагмент вот такой тут такой тут такая разработка дайте комплексный документ и голосуйте его парламенте тогда мы поймем когда он действует какие полномочия кому дает и так дальше а так у нас волонтаризм на уровне закарпатских военкомов которые то водителя с фуры снимают то водители автобуса снимают что вроде бы дают возможности проверять документы то говорят это с целью безопасности они проверки документов ну человек лишь не понимает какой среде он живет человек гражданин гражданин не просто человек физический посуд а гражданин своей страны который имеет права обязанности право ключевое это знать по какому закону к нему обращаются или что хотят принимать он не понимает этого потому что закона нет но зато у нас есть вот стрелять и надстройки надстройки это теперь в дее будет понятно понятен алгоритм действий но алгоритм действий для водителя фуры был понятен в закарпатье один час и он уехал в ровно годный здоровый прошедший комиссию до экспресс-метод слушали за час за час у человека жизнь поменялась на хрен на хренаде ну зачем эти сложности рекрутинг может действительно это было отражение рекрутинга когда бог с ним всем товаром фура открыто ключи собственник ту жизнь его не любил поэтому системная проблема и надстройка или антураж вот настройка антураж это то что пишет там официальных каналов официальные каналы это будем переходить на новые методы будем приложение где мы это все переведем на цивилизованные рельсы когда каждый почувствует себя человеком и фактаж этот фактаж который происходит как бы вторая часть информационного поля в которой у человека который читает о положительном не соотносится с действительностью но раз нас относится то происходит момент чего разочарование это разочарование потом ложится в подобного характера соцопроса человек понимает что но слушайте вроде бы два года война идет лучше как бы жить мы наверное не начинаем хотя часть людей наверное начинает все таки соцопросы демонстрирует то что часть для части все плюс-минус нормально но для массового гражданина лучше не становится соответственно он и говорит но давайте рассматривать вопросы связанные с тем что как-то может быть формировать приговорную позицию не о признании территориальных каких-то потерь не признание юридических статусов ну а может нормализации безопасности воздушного пространства чтобы борисполь начали работать это потрясающее было сообщение кому зачем какой борисполь ты ты сейчас подалеке или ермаке я просто потрясаю это оба потрясающе нет жопа по моему заявил я видела но эту новость что первым из всех аэропортов когда будет можно откроют борисполь зам ермака жопа вроде как он сказал или сибига или же жопа вот я не могу расшифровал эту всю прекрасную новость кто подалек сказал когда это что это прекрасное светлое будущее должно наступить когда-то и он уточнил когда когда будет упразднена угроза с воздуха от российской федерации как она может быть упразднена либо украина будет накрыта куполом футуристических фильмах эти такие версии тоже в тик токе гуляют и продозвучат медным тазом до медный купол я я не силен как бы в этих сопромотах или физических свойствах меди но наверное либо же будет минимизирована возможность ракетной угрозы со стороны мигов шкафедов и так дальше ну а когда это возможно когда существует какое-то соглашение то эти средства вооружений или поражения цели не применяют поэтому вот с одной стороны первым откроется борисполь там уже как бы посадочные талоны всем за круглый стол выдали и вроде бы это светлое будущее кстати ермак ты помнишь говорил что в следующем году какой-то аэропорт откроется на западе украины уж город это по идее был это это я тебе предложил вариант что уже ты говорил что там взлетно-посадочную полосу надо отремонтировать вот а может быть теперь уже мы уточнили западная украина будет борисполь потому что первым аэропортом будет борисполь поэтому тут а с другой стороны сказали что пока ракеты летают ничего никуда не откроется вот и выбирай версию какая тебе подходит оптимистическая с борисполя скоро полетим либо реалистическая который пока летают ракеты никто никуда не полетит а потом с учетом того что живем мы в этом казанке информации давно потом подумаем на тему почему меняются настроение граждан в соцопросе нет нет понимания отношения своего будущего но а строить жизнь без прогнозирования либо каких-то планов сложно да не хочется я думаю что вам было несложно проголосовать вопросе чата трансляции друзья подводим итоги 22 32 на часах это прямой эфир 7800 нас онлайн спасибо друзья что ставите лайки и итоги голосования нужны ли выборы главкома в силу спрашиваю я у вас и такие результаты 10 процентов конечно у нас же демократия 23 процента нет выборы в армии это нонсенс 28 процентов говорят это все признак бессилия вот это эти все разговоры и 38 процентов что политики убили страну черед в ссу ну выиграл вариант именно этот и знаешь ну как бы здесь надо прокомментировать такое решение нашей аудитории которая вот сейчас как бы да вот проголосовала андрей но правильно ну то есть развалили страну эти политики да теперь надо залазить туда поглубже в ссу и вот такие инициативы и предложения давайте проголосуем ну не знаю давайте повара выберем через голосование а может там танкисты или командиры бригад не нравятся тоже надо выбирать я не могу себе позволить согласиться стезисом что развалили страну стране сложно но она держится на людях люди у нас прекрасно поэтому как можем пока держимся а я думаю что все таки вот почему бы выиграл этот вариант наш люди у нас люди друзья памяти этот сарказм который продиктован особенностью времени нас люди выборы ассоциируют с тем кто производит про кто их проводит или кто осуществляет подсчет голосу и все-таки фактор безуглой он как свое время фактор кивалова не дает уверенности для людей что выборы главкома в ссу приведут к положительному и приемлемому для общества результаты и для страны том числе поэтому безугла стала заложником тех фотографий которыми напомнила о существовании господина кивалова которым не самые светлые воспоминания в нашей стране избирательный процесс извините за сложное описание да друзья переходим к вашим вопросам пожалуйста пишите их чат трансляции очень интересно там читать ваши реакции спасибо большое за то что обсуждаете нас обсуждаете обсуждаете все что все что происходит и там в чате очень интересные остроумные комментарии ну как бы и реагирует на разные скажем так выпады жесты и даже выражение лиц очень 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 приятно я вот как хотел бы скажем так только рефлексии или вопросы есть я просто я просто искал здесь вопросы скажем так раньше были вопросы достаточно интересно и тут сложно сложно найти вот елена елена да это ваш вопрос я искал дал немножко выше как развивать экономику если рынок сбыта россия утрачен европа тоже не особо стремится с глобальным югом связи не налажены каков план каков план есть хоть какого-то развития вот вопрос от елена хороший вопрос но мы же давно уже не работаем по командной административной экономики поэтому развивать экономику и торговлю может это сейчас страшный миф который развенчиваю в отношении государства не государства частный бизнес может развивать экономику и перестраивать но подожди но мы же вот видим на границе как частный бизнес с частным бизнеса не за я вешаешь не закончил государство не будет государство не будет развивать какие-то отрасли кроме стратегических что такое стратегическое этого пока и даже в пк о боже чудо мы рассчитываем на частные иностранные компании которые придут и будут совместно с нашими на нашей базе что-то производить поэтому для государственного бизнеса мы говорим об отрасли который она же является и заказчиком это военно-промышленный комплекс и возможно когда-нибудь экспортером далеком-далеком хрен пойми когда каком будущем если мы говорим о бизнесе частном мы смотрим на те отрасли которые есть и понимаем что мы экспортно ориентированная страна с точки зрения чего сырья и тут мы упираемся вопрос логистики и вопросе логистики елена ли елена вы абсолютно правы то сложно развивать бизнес не понимая даже аграрно-промышленный комплекс не понимая каким образом по каких условиях сколько урожая ты потратишь или сколько сырья ты потратишь и она пропадет во время логистики сколько будет уничтожено на элеваторе сколько будет но не востребовано в силу того что тебя заблокирует партнеры и вот тут как раз вопрос государства которое должно обеспечить возможность для бизнеса свой товар экспортировать вот это вот эта сфера ответственности государств логистика обеспечения возможности логистики потому что железная дорога дороги автомобильные это сфера ответственности государства то остальное что может делать государству это льготы или преференции или протекционизм в отношении тех или иных отрасли но об этом у нас речь не идет потому что протекционизм реализовывают все страны наши партнеры но по отношению к другим странам они этого делать не разрешают да фатима мисс лаурова вопрос вы считаете что украина может быть нейтральной полностью учитывая ее география нейтральные в отношении блоков ну смысле не не быть участником его экономических или военно-политических блоков с точки зрения экономических ни одна страна не является нейтральным три страны в каких-то союзах находится азиат тихоокеанское экономическое сотрудничество те же самые от с или как это россия ну короче с точки зрения экономики все ищут возможности торговать беспошлино и взаимовыгодно и с точки зрения экономики тут они крайне речи не идет потому что мир с точки зрения рынков он плюс-минус един а там где он не един это высокие технологии мы пока не конкурент то есть у нас нечего там предложить если мы говорим с вами о военных блоках но в силу обстоятельств мы точно останемся нейтральными по отношению к одкб это те блок тот блок который у нас находится по одну сторону границ но и в силу позиции представители одкбая и самые главные позиции части стран северно-атлантического альянса мы продолжительный период времени будем нейтральны и по отношению к этому блоку то что мы можем иметь с точки зрения военно-политических союзов или блоков это двухсторонние двухсторонние обязательства быть отдельными странами которые не включают себя обязательства блоков и вот как кто-то и смотри два года прошло кто-то подписал такие обязательства в новых обстоятельствах нет нет и не подпишет а что ты думаешь обязательства подписывается период войны так вот а конца не края войны войны не видно поэтому никто не подпишет зачем зачем тогда как подписан подписание документа и момента начала его действия бывает в зависимости от его структуры допустим часть элемента сотрудничества сфера в пк вот сотрудничеством что-то производим можно можно период войны что-то производить на территории украины часть обмена допустим или тренировки военнослужащих тоже может быть а часть допустим которые касаются поставок вооружения средней и большей дальности или их производства будет после войны потому что противном случае может быть воспринято как агрессивный шаг со стороны со стороны страны блока североатлантического альянса но общая картинок фамилии аналитика ну или публикация она сводится к тому что те гарантии безопасности это уже немножко мы от вопроса отходим те гарантии безопасности которых мы говорим или которые мы получим это будет там плюс минус 56 соглашений со странами большой семерки с которыми мы определим какие в какой отрасли мы сотрудничаем и какие обязаны они по отношению к нам выполняют немцы и и и чем мы будем отдавать отдавать чем будем да вот за оказанную помощь чем будем расплачиваться перед какими странами давай немножко ускоримся ну вопросов правда много потому что ребята ну любят ждали я вас тоже очень люблю да любят вот давай немножко активненько потому что татьяна пушкина говорит нас сегодня андрей ушатал растекался мыслью под подреву вот так ну но вы еще не уснули поэтому как бы шатал плохо до шатал плохо очень интересный вопрос кстати от ларисы андрей верите ли вы что россия даст возможность всу построить фортификационное сооружение ну с учетом географии который очертил лидер страну наши фортификационные сооружения будут строиться в том числе и на западной украине так вопрос от зрителя не звучал я отвечаю на вопрос нашей зрительницы поэтому саша не это не усугубляй ситуацию от кого от венгеров защищаться кто знает сегодня от них угрозы нет а завтра будет ты можешь сказать что не будет или со стороны приднестровья что там нет угрозы есть угроза поэтому везде надо копаться ну про всякий слушать ну зависимости от того на каком расстоянии будет строится раз какая техника будет для этого задействован и я думаю что в принципе инженерные войска понимают как это осуществлять без того чтобы это было похоже на ремонт моста через реку днепр направлении трое чем где все открытым методом техника люди и соответственно возможность нанесения ударов поэтому но противодействовать будут наверное будут противодействовать больше чем мы продевать противодействовали их строительство людей есть специальные на ту навыки специальные на то техника который кстати наши партнеры тоже предоставляют ну и будут строить но мы не знаем с вами к счастью не знаем и это пока не является достоянием общественности места построек поэтому на каком расстоянии они часа от линии столкновения это вопрос к счастью который относится к информации с ограниченным доступом рыбий глаз что с пользователь такой рыбий глаз что по преднестровью если там угроза провокации эскалации со стороны преднестровья пока и сама не подобных там он преднестровье потому что советую почитать публикацию на сайте фонда кроме на тему того что через территорию преднестровья по согласованию киева и молдовы будет двигаться один из альтернативных маршрутов поставки железнодорожным транспортом продукции с украины направлением портов соответственно болгарии но и страны европейского из молчаливого согласия скорее даже благословение преднестровья которые в ту жизнь существовала как прекрасный перевалочный пункт черные зоны для движения торговли контрабандных товаров а с учетом того что немножко не отрезаны от с помощью российской для существования ну кроме поставок газа для них любой доход это плюс поэтому я не думаю что пока отсутствует возможность подпитки но того российского контингента в количестве тысяч человек со стороны непосредственно российской федерации и вооруженных сил а сейчас такой возможности нет то они заинтересованы в обострении а тезисы опять же таки но я не ставлю под сомнение экспертность господина костя бондаренко который говорит о интересе к плодам с оружием которые там размещены но я я не думаю что мы к этому моменту дойдем когда вооруженные силы украины зайдут на территорию республики молдова да продолжаем конечно здесь реагируют там на круговую оборону много сообщений светик семицветик а что с правительством украины что она предпринимает для того чтобы решить вопрос с дальнобойщиками в общем это действительно большая проблема еще и словакия подключилась вопрос дальнобойщиков не находится в плоскости которые могут решить правительство украины от слова совсем этот вопрос находится плоскости внутренней политики польши и отношении польши европейского союза украина является страной который европейский союз как конфедеративное виде экономическое объединение предоставил что таможенный безвиз или аннулирование разрешений на перед автоперевозка и только евросоюз может обеспечить соблюдение того решения которое он принял и если член европейского союза это решение не соблюдает танцы и отношения члена европейского союза может применить только европейский союз поэтому в лучшем случае что вы можете позволить сделать напоминать европейскому союзу о том что обязательства надо выполнять для того чтобы не было евроскептицизма нашей стране лариса точона вопрос к андрею как думаете кличко будущий президент федерации боксов как минимум если виталия владимировича проголосуют первом туре большинство ну или он выйдет на второе место а потом во втором туре большинство точно тех кто придет на выборы вполне возможно пока его потенциал до конца не раскрыть вот не раскрыть потенциал виталия владимировича как кандидата в президенты и я пока не вижу не то что не хочу но не вижу возможности это реализовать в общенациональном режиме за короткий период времени который отделяет президентские выборы от момента скажем упразднение правового режима военного положения хотя стоит отдать должное что виталий владимирович до войны довольно такими неплохо не то чтобы сам лично но его команда в том числе работала направлении объединения ассоциации городов украины у них были серьезные мэры мэры городов-миллионников с которые были нормальные выстроенные отношения не могу сказать что виталий владимирович от своих кобязов там перед своими же коллегами отказывался все время их поддерживал несмотря на решение которые принимались органами государственные или судебной власти но за два года все достижения прошлого забыто новых достижений в условиях когда у тебя военная администрация достичь как-то сложно хотя вот старается немцами общается поднимает наши репутационные баллы в разный период по-разному поднимает иногда чуть опускали но кто такой ну да очень ну как бы кто-то за усика тут ратует кто-то еще мне вот давай на этом вопрос завершим до сегодня спасибо давай не то что усика ну там бой будет ставится нам фьюри яс от этого цыган цыгана как побьет как побьет так сразу и президент там решится да там и решится судьба судьба президента усика в общем елена задает вопрос ну как вопрос она вот реагирует и я считаю что нужно скорее как бы прислушаться к елене елена мостович может нужно набрать в офис президентов гадалок магов каких-то не знаю там ворожек чтобы помогали вот под по принципу путина да чтобы помогали руководить государством может и дело лучше пошло андрей в финале сегодняшней встречи в воскресенье вечер когда когда гордон устроиться работать в офис президента штата штатка не потянет гордона официально поэтому поэтому он находится в бэк-офисе по этажам гадалки астрологи тарологи и на вершине этой пирамидки то гордон почему потому что вершина пирамидки должна на солнце блестеть и пускать солнечные зайчики да 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 абсолютно абсолютно ослепляя дроны вражеские ну да который он собирает деньги находясь не помню где в буковеле по моему если не ошибаюсь с господином комаровским потребляя витамин d почему витамин d потому что витамин d это солнечный витамин а для того чтобы сияла вершина пирамидки надо быть под солнце рода у него солнце просто имеют как бы иногда слегка присмок или привкус инвестора они олигарха ну и нас он любом солнце бывают пятна андрей вегеринский мой собеседник сегодня спасибо большое за то что нашел время и в этот вечер воскресенье пообщался и со мной и своими подписчиками спасибо большое друзья тоже спасибо ну смотрите не не истолковывайте каждый жест как вранью иногда я вас просто призываю подписаться на канал александра шелеста перейти в его телеграм-канал и оформить спонсорство по реквизитам ну и все остальное так истолковывайте жест правильно помнишь эту рекламу у мене с подругой у была своя система знаков когда я там делаю вот так да там это означает какие-то проблемы с подружкой эта система знаков мы с вами общаемся и вербально и невербально канал лиги ссылка в описании подписывайтесь на андрея всем доброй ночи входим в первую полную неделю декабря она ожидает быть очень интересной ну а ровно через неделю все подытожим вместе с андреем берегите себя всем добра и света увидимся